Всем привет, с вами Дема. У себя в телеграм-канале я провел опрос, делайте мне видос с советами по сборке чемоданов. Потому что сейчас пошла эра чемоданов, в этом сезоне их становилось все больше и больше, и я боюсь представить, что будет в следующем. Со своим чемоданом я уже завершил почти второй сезон и выявил ряд недостатков, либо доработок, которые хочу вам рассказать. Поэтому я решил и провести опрос, и 91% было за, поэтому поехали. Я покажу вам, как из такого чемоданчика превратить вот в такой вот. Итак, первое с чего нужно начать постройку, это найти чемодан в максимально идеальном состоянии, поскольку в будущем это будет играть ключевую роль во внешнем виде. Также перед постройкой вам нужно примерно сложить картину в голове, что вы хотите туда поставить, и отталкиваясь от этого, найти подходящий по размерам чемодан. В качестве примерки, вот как у вас динамики будут стоять, можно использовать обыкновенные кухонные тарелки, то есть по размеру найти подходящий и начать прикладывать. Что я собственно делал. Также вы должны убедиться, что все усилители и питание, которые вы будете размещать, поместятся в этот чемодан, и он будет спокойно закрываться. Вот у меня было парочку проблем связанных с этим, я еле все уместил туда. Следующим шагом, что вам нужно сделать, это обязательно построить внутри каркас из фанеры. Подойдет либо 8 мм, либо же как у меня 10 мм для большей крепости конструкции. В дальнейшем сам чемодан будет играть просто роль внешки, поскольку внутри у вас будет собран отдельный каркас. И чемодан будет как чехол, грубо говоря. Во время того, как вы будете строить каркас внутри, в целом виброизоляция не нужна. То есть, кто смотрел ролики, как я вообще строил свой чемодан, вы помните, что я укатывал достаточно много виброизоляции. И как я понял по своему опыту, в дальнейшем она и не пригодилась, поскольку корпус у меня был настолько плотный и собран, что виброизоляция не играла никакой роли. Только наоборот, она добавляла достаточно много веса. В моем чемодане находятся два листа Comfort Mat G3. То есть, соответственно, по весу это килограмма 3-4 точно. Виброизоляция не нужна при постройке такого каркаса, как у меня. У вас, наверное, будет возникать вопрос, а как, собственно, закрепить фанеру внутри, чтобы она стояла крепко и выглядело все это эстетично снаружи. Как же я решал эту проблему? Может быть, вы уже догадались по картинке. Я брал обычные саморезы по дереву длиной примерно 20-30 миллиметров. Ну, небольшие. Прикручивал их через шайбы металлические, чтобы большая площадь контакта была, поскольку здесь кожа мягкая. И, по сути, саморез, когда проходит, он просто может пробить кожу. А потом просто брал обычные мебельные заглушки и сажал их на клей. Потому что без клея они бы оторвались очень быстро. Подбирал, конечно же, под цвет чемодана, чтобы выглядело как заводские заглушки. То есть, их у меня вот не помню сколько, посчитайте сами, много их очень. И держат они максимально прочно. То есть, так же здесь. Вот. Первая и вторая заглушка. Выглядит эстетично, держит надежно. Расскажу про внешние элементы чемодана, которые нужно заменить в первую очередь во время постройки. Первым делом ручка, потому что штатная ручка вряд ли выдержит такой вес. Поэтому я заказал на Marketplace обычную ручку. Вот так ее зашил, очень удобно. И прикрутил на длинные саморезы через шайбы. То есть, там у меня, опять же, каркас из фанеры. Ну, фоточки я приложу. И прямо в него вкручены эти саморезы. Держит максимально сильно. И еще одно, что вам нужно обязательно заменить, это петли, которые держат крышку. Поскольку вес будет большой, и штатные просто буквально развалятся там первые 1-2 выхода с чемоданом на улицу. У меня это большие, почти 10-сантиметровые дверные петли. Вот такие огромные. И держит крепко, вообще без проблем. Несмотря на то, что крышка весит порядка 20 килограмм. Если мы разобрались, как крепить нижний каркас, то как же поступать с верхним? Некоторые прикручивают его прямо вот с этой стороны. Как я считаю, это не особо эстетично выглядит. Как сделал я? Я взял обычные уголки по одному саморезу со стороны. Приложу фотографии, так будет удобнее выглядеть. И после того, как вы прикрутите динамики, в целом эти уголки не нужны. Но если вы будете менять динамики, я уверен, что вы будете в дальнейшем менять динамики. Поскольку вам будет становиться мало и заходишься еще громче. Ну и так далее. Все в этом роде. Уголки лучше оставить. Ну и после того, как вы прикрутили фанеру под динамики, следующим делом нужно вырезать отверстия. Также можете взять обычные тарелки размером с динамики. Обвести их. И начать выпиливать. То есть вместе с фанериной. Это лучше делать сразу же. Потому что потом будет это неудобно делать. Когда у вас там каркас уже будет. Не знаю. Может кто-то уже поставит усилитель. Хотя размещение питания и всего остального. И декоративные вещи лучше в самую последнюю очередь выполнять. Если вы собираете чемодан под соревнования. То делайте либо без сеток, либо сетки на быстросъеме. Поскольку сетки кардинально снижают рез. Следующим шагом вы должны продумать удобную систему зарядки для чемодана. И да, не обращайте внимания. У меня здесь пока что творческий беспорядок. Я в процессе установки неоновой ленты и еще парочки приколюх. Переходите в телеграм канал. Там я укладываю все свежие новости. Итак, как же у меня выполнена система для зарядки чемодана. То есть у меня здесь идет плюсовой провод через предохранитель. И минусовой провод через дистрибьютор. Дистрибьютор я в своем случае поставил чисто для зарядки чемодана. У меня зарядка АЗУ 108 автомобильная для аккумуляторов. И поскольку к манганату здесь не подобраться от слова совсем. Ну то есть к терминалу. Как вы видите здесь расстояние вообще никакое. Итак, как же я заряжаю чемодан. Я просто беру автомобильную зарядку. Прикрепляю крокодильчик на плюс этот. Ну на болтик. А минус подключаю вот на любой из этих трех болтиков. Ну и собственно так заряжаю. Для меня это удобно. То есть вы в целом можете сделать как угодно. Может у кого-то будет манганат. Это либо же другое питание в гораздо большей доступности. И вы сможете прямо в терминалу включать. Либо же как некоторые делают это снаружи. Вывести два болта с плюсом и минусом. Которые будете подключать. Лично как по мне это будет не особо эстетично выглядеть снаружи. А также вы должны установить должное охлаждение для своего усилителя. Поскольку чемодан у меня играет то на закрытую, то на открытую. Я решил не делать отверстия какие-то для засасывания воздуха. Грубо говоря, к чемоданам. Поэтому когда усилитель у меня перегревается. Я просто открываю крышку и включаю эти кулера. И охлаждается все отлично. Но опять же вы можете сделать вдув где-нибудь здесь снаружи. Аккуратненько замаскировав его. И выдув. Дальше по поводу сигнала, который будете подавать в чемодан. У меня установлен вот такой блютуз модуль. К сожалению. Они у продавца закончились. То есть скорее всего их не будет вообще. Поскольку на протяжении года уже поставок у него не было. И мне к счастью повезло его ухватить. Но вы можете поискать другие. Либо же воткнуть плату. Кто умеет паять. Ну и либо же самый крайний вариант. Это просто взять RCA провода. Подключить их к усю. Закрепить, чтобы они не вылетели. Проделать отверстия в чемодане сверху. Как у меня было сделано. Кто помнит. И просто вывести провод наружу. И подключать к нему телефон. По поводу питания. В чемодане. Как вы сами понимаете. Прекрасно. Очень тяжело разместить хорошее питание. В моем случае я использую просто секцию манганата. 50 ампер емкостью. Но при установке манганата вы должны прекрасно знать его особенности. Правильно его заряжать. И правильно подбирать к нему усилители. Чтобы они работали при его особенностях. То есть кратко если перечислить. То манганат работает от 13,7 вольт до 16 с копейками вольт. Но я лично свой заряжаю до 15,9 вольт. И высаживаю не ниже 14 вольт. Поскольку если вы посадите свой манганат ниже 13,7. Либо же до 12 вольт и ниже. Он у вас просто вздуется в лучшем случае. И придет в негодность. То есть использовать манганат при заряде 14,5 вольт. К примеру нет смысла. Поскольку он неэффективен при таком вольтаже. И отталкиваясь от такого вольтажа. Вы должны знать. Что ваш усилитель. Который вы собираетесь покупать. Либо же у вас на руках находится. Переваривает такой вольтаж. Если вольтаж будет для этого усилителя слишком большой. То он просто будет уходить у вас в защиту. Ну а если не манганат ставить. То прекрасно подойдут аккумуляторы Delta для мотоциклов. То есть они тоже достаточно хорошие и компактные. И ребят запомните самое главное. При установке любого аккумулятора. Вы должны установить предохранитель на плюсовой провод. Кто не знал. То есть обязательно предохранитель ставится. Безопасность превыше всего. Пусть лучше сгорит предохранитель за 200 рублей. Чем ваш усилитель. Ну в лучшем случае усилитель сгорит у вас. Если не будет предохранителя. А может быть и вся система. Ну а этот ролик подходит к концу. Надеюсь я вам помог. Собирайте свои чемоданы. Может быть в следующем сезоне увидимся с вами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.